Иногда даже качественно выполненная услуга превращается в тыкву из-за срыва сроков. Представьте себе главу семейства, который заказал такси до аэропорта, а водитель прибыл с опозданием в полтора часа, и из-за этого вся семья не села в самолет и лишилась отпуска, в который были вложены значительные деньги. Какая ценность у услуги в глазах нашего героя? Но очевидно, что отрицательная, ценой в целый отпуск. И в общем-то никакая бесплатная поездка и извинения от таксопарка они не перекроют полученного клиентом урона. А какая ценность услуги по мнению таксопарка? Пара тысяч рублей, бензин, время работы водителя, износ автомобиля, расходы на инфраструктуру, заложенная прибыль, вот это все. Можно представить много таких примеров. Свадебное платье, не сшитое к свадьбе, рекламная кампания, не подготовленная к черной пятнице, проект, не запущенный к дате, которую кто-то уже торжественно озвучил вышестоящему начальству. К счастью, чаще встречаются такие ситуации, где сорванные сроки, они просто портят клиенту настроение, но не сильно влияют на ценность услуги. В них достаточно будет предупредить о задержке заранее, извиниться и озвучить новые даты. Например, ничего страшного не случится, если клиенту отремонтируют автомобиль не за неделю, а за 8 дней. Да, это неприятно, но его все равно нужно чинить. Ну, если, конечно, у клиента не было планов отправиться на 8-й день в путешествие на этом автомобиле. Понимаете, к чему я клоню? Если вы фрилансер, который не укладывается в сроки и думает, что это недоразумение лишь немного понизит ценность услуги в глазах клиента, то, возможно, стоит задуматься, а так ли это на самом деле. Предупредив клиента о задержке, мы даем ему возможность не оказаться в непредсказуемой и неприятной ситуации. А без предупреждения, сдавая работу позже, мы можем просто сами, не зная того, перечеркнуть результат своего труда в глазах клиента. Если так, то в конце он заплатит денег, возможно, попрощается с нами, а затем никогда больше не вернется. А ведь хорошо, когда клиенты не приходят и уходят, а остаются с нами на всю жизнь. Обычно в этом месте я даю какие-то советы, например, как не ошибаться со сроками, или как предупреждать клиентов о срыве сроков. Но это тема для отдельного видео. А пока вы можете почитать главу из книги нормального фрилансера, и даже не одну, а две. Одна – это как не делать все в последний момент и не опаздывать, а другая – это ценность услуги в глазах клиента. Ссылки ищите в описании к этому ролику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!